Привет всем, кто верит в себя. В этом видео я расскажу вам об одной из лучших книг по саморазвитию всех времен Думы и Богатей. Эта книга входит в топ-5 книг, рекомендуемых Эвеном, так что смотрите внимательно и делайте записи. Меня зовут Маннивайя, я являюсь основателем 2000books.com и канала 2000books, на котором мы разбираем лучшие книги по бизнесу и саморазвитию. Я лично прочитал более тысячи книг по саморазвитию и в этом видео я разберу книгу, которая входит не только в топ-5 книг Эвена, но и в топ-5 лучших для меня книг. Поехали! Думы и Богатей – это одна из величайших книг по саморазвитию из когда-либо написанных. Почему? Потому что в ней содержится знание о том, как стать успешным от величайших умов 20-го столетия, включая Джона Рокфеллера, богатейшего человека в мире, Эндрю Карнеги, крупнейшего стального магната и второго богатейшего человека после Рокфеллера, Генри Форда, основателя компании Форд, Томаса Эдисона, создателя лампы накаливания и многих-многих других. Более 30 лет Наполеон Хилл опрашивал этих великих людей, чтобы выяснить, что привело их к успеху, и книга представляет собой выжимку этих идей. В этом видео я объединю все эти знания в одну всеохватывающую идею, которая поможет вам понять эту книгу. И хотя книга называется «Думой и Богатей», данная идея поможет вам достичь любой желаемой цели. Вот основная мысль книги. Чтобы достичь чего-то масштабного, будь то накопить состояние или реализовать любую другую цель, мы должны научиться управлять силой своего подсознания. И именно об этом мы будем говорить далее. Но почему дело именно в этом? У всех у нас есть два ума – сознательный ум и подсознательный. Однако, что касается силы, подсознание гораздо сильнее сознания. Несравнимо сильнее. Если сознание мы сравним с размером микроволновки, то подсознание будет равно Млечному пути. Оно обладает невероятной силой и его вычислительные способности в миллионы раз больше, чем у сознания. И чтобы достичь больших целей, вам необходимо обуздать свое подсознание, запрограммировав его на желаемую цель. Но как же это сделать? Что ж, учитывая природу нашего подсознания и сознания, запрограммировать подсознание будет крайне непростой задачей, но совершенно точно возможной. И в этой книге подробно расписано, как именно это сделать. Давайте разберем природу подсознания, а затем поговорим о ключах, которые помогут нам запрограммировать его на успех. Во-первых, несмотря на то, что подсознание гораздо сильнее сознания, оно все же контролируется сознанием. Сознание – хозяин нашего подсознания. Подсознание подобно саду, а сознание – садовнику. Сознание высаживает семена, а подсознание помогает этим семенам дать плоды. Во-вторых, мы должны понять, что наше подсознание всегда работает и для большинства людей оно работает против них. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему оно работает против вас. Дело в ваших мыслях и эмоциях, которые главенствуют над вами ежесекундно. И если ваши мысли преимущественно негативны, вы много думаете о страхах, бедности, провалах, то ваше подсознание будет работать над тем, чтобы воплотить это в реальность, соответственно, ничего хорошего это не даст. С другой стороны, если вы будете кормить свое подсознание четкими мыслями о богатстве, успехе, радости, то подсознание будет стараться воплотить в реальность именно эти мысли. Вызов заключается в том, что если вы сознательно не контролируете свои мысли и эмоции, то подсознание будет работать с тем, что оно будет получать в результате вашего пренебрежения. И, к сожалению, как правило, это не позитивные вдохновляющие мысли, поскольку вы постоянно подвержены негативным атакам извне. В-третьих, подсознание объективно, для него не существует понятия негатива и позитива, копейки и миллиона. Оно воспринимает любые эмоции и мысли, которые вы ощущаете и думаете, и начинает их воплощать. Теперь, когда мы чуть лучше понимаем подсознание, как же мы все-таки можем запрограммировать его на успех? Как можем внедрить в него это желание, которое позволит нашему подсознанию работать нам во благо и поможет нам стать неудержимыми? Вот пять основных ключей. Во-первых, у нас должна быть четкая цель. Мы должны точно знать, чего хотим. Чем четче поставлена цель, тем проще ее достичь. Только если цель ясна и определённа, мы можем внедрить ее в наше подсознание. Если ваши цели размыты и неявны, то вы не сможете извлечь из них реальной силы, подобно мощному кораблю, не знающему пункту своего прибытия. А в чем прокат корабля, не знающего, куда он плывет? Для многих такой целью становится богатство или снижение веса, но эти цели настолько размыты, что практически бесполезны. Вы должны четко знать цель, знать конкретную цифру, чтобы суметь обуздать силу своего подсознания. Это поможет вам сконцентрировать свои усилия и даст вам четкое направление и ясность в принятии решений. Второй ключ, который поможет вам запрограммировать подсознание – это сила самовнушения. Под силой самовнушения я подразумеваю целенаправленные утверждения или приказы, которые мы отдаем сами себе. Их также называют аффирмациями. Как только вы поняли, чего хотите, вы должны повторять это утверждение своему подсознанию снова и снова. Бесконечно. Так же, как бесконечно вы должны ухаживать за своим садом. Вы не должны останавливаться. Так что повторяйте себе эти аффирмации снова и снова. Третий ключ – это использование силы эмоций. Недостаточно просто думать о целях и повторять их себе, необходимо наполнять этот процесс эмоциями. Эмоциями, которые ты хочешь ощущать при достижении этих целей. Подсознание понимает только язык эмоций. Безэмоциональные мысли никак не влияют на подсознание. Это факт. Подсознание не понимает языка логики, так что какой бы язык вы не использовали, чтобы запрограммировать подсознание, вам необходимо вовлекать эмоции. Вы должны испытывать чувства, чтобы запрограммировать подсознание. Вам необходимо соединять мысли с позитивными эмоциями. В противном случае подсознание может получить от вас неверный сигнал. Мысли вкупе с эмоциями имеют магнетическую силу в том смысле, что они привлекают подобные мысли и эмоции. Позитивные эмоции будут притягивать больше позитивных мыслей и еще больше позитивных эмоций. Так что ваша задача свести к минимуму негатив и разрушительные мысли и эмоции, а вместо этого начать программировать свое подсознание целенаправленными, позитивными и вдохновляющими мыслями и эмоциями. И когда вы сможете делать это на регулярной основе, то вы разблокируете доступ к своему подсознанию. Четвертый ключ к вашему подсознанию – это визуализация и действие «что если». Чтобы запрограммировать подсознание, мы должны чувствовать и видеть себя так, как будто цель уже достигнута, как будто у нас уже есть то, чего мы хотим. Спросите себя, как бы вы действовали, если бы вы уже достигли своей цели, как бы вы себя чувствовали, что бы делали, какие чувства бы преобладали в вашем уме. Ключ к визуализации – это способность увидеть и почувствовать себя так, как будто вы уже достигли цели, вместо того, чтобы представлять ее как отдельную возможность. Так что если у вас есть цель заработать миллион долларов к 31 декабря следующего года, визуализируйте себя на эту дату, уже достигнувшем этой цели. Не думайте об этом как о том, чего бы вам хотелось добиться в будущем, потому что тогда вы будете ощущать, что сейчас у вас этого нет. Вместо этого почувствуйте, что 31 декабря следующего года уже наступило, и вы уже достигли своей цели. Не буду задерживаться на этом пункте, так что лучше еще несколько раз пересмотрите этот момент, потому что это очень важно. Пятый ключ к подсознанию – это настойчивость и повторение. Итак, что же в итоге нам необходимо, чтобы обуздать силу своего подсознания? Как пишет Наполеон Хилл, нам нужна постоянная настойчивость в мыслях вкупе с эмоциями и верой. Постоянное повторение своего желания с позитивными эмоциями и верой в это. Не имеет значения, какие складываются обстоятельства, что происходит вовне, мы не должны останавливаться, мы должны регулярно и настойчиво повторять мысли снова и снова. Мы должны принять твердое решение, запрограммировать свое подсознание и не прекращать прикладывать усилий, делая это снова и снова. И удивительно, но как только вы начнете действительно много думать о своей цели, настраиваясь эмоционально, то ваши мысли и эмоции начнут притягивать еще больше соответствующих мыслей и эмоций, пока в итоге вы полностью не соединитесь с этим паттерном. Итак, мы только что обсудили пять ключей, которые помогут нам запрограммировать подсознание. Однако есть одна мощная стратегия, которая буквально мгновенно запускает все пять ключей. Эта стратегия позволяет выполнять все эти действия буквально на автомате и эта стратегия – сжигание кораблей. Позвольте рассказать вам об испанском завоевателе Эрнане Кортесе, жившем в 16 веке, чтобы пояснить, что же значит сжигать корабли. Когда военные корабли Эрнана Кортеса прибыли в империю ацтеков, у него было четкое намерение вступить в схватку с ацтеками и завоевать их земли, на которых сейчас располагается Мексика. Однако он быстро осознал, что численность его армии слишком мала. На одного его солдата приходилось сто воинов противника. Он видел, что его солдаты сомневаются и подумывают об отступлении, в случае, если все пойдет не по плану. Тогда, чтобы получить максимум от своей армии, чтобы заставить их выиграть, он приказал своим солдатам сжечь корабли. И когда корабли были сожжены, пути назад уже не было. Солдаты четко осознали, что у них есть лишь два варианта – победить или умереть. Другого выхода не было – выиграй или умри. Это позволило разжечь в них невероятную жажду победы и жажду жизни. И именно поэтому они смогли победить, хотя их численность была в сто раз меньше. Итак, стратегия сжигания лодок мгновенно позволяет нам взять свое подсознание под контроль, потому что, когда на кону наше выживание, подсознание высвобождает все свои резервы для владения ситуацией. В таких ситуациях мы становимся неудержимы. Если вы хотите разжечь такое жгучее желание относительно чего-то, если действительно хотите запрограммировать подсознание на свои цели, вам необходимо отрезать все пути к отступлению, отсечь все другие возможные варианты, сосредоточившись лишь на одной опции. И частенько такие ситуации складываются для нас сами собой. Например, у вас не осталось ни копейки денег, а срок, которому ваш бизнес уже должен был наладиться, уже на носу. Или ваш бизнес рухнет. Множество предпринимателей отзываются о таких моментах, как о поворотных точках, которые помогли их бизнесу выстрелить. Но иногда корабли необходимо сжечь нам самим, если нет соответствующих внешних ситуаций. И один из способов это сделать – заявить во всеуслышание о своих намерениях. Или установить реальный дедлайн с реальными последствиями, если цель не будет достигнута. Что бы вы ни делали, чтобы сжечь корабли, убедитесь, что это приведет к жгучей одержимости, где вы не сможете думать ни о чем другом, кроме цели. Вам необходим этот огонь, эта одержимость, необходима для того, чтобы запрограммировать свое подсознание. И это поможет вам достичь потрясающих результатов. Итак, теперь у вас есть глубокое понимание того, как надо мыслить, и чтобы резюмировать все, что мы изучили, повторим еще раз. Чтобы достичь своей цели, вам необходимо обуздать силу своего подсознания. Силы одного осознания для достижения целей недостаточно. Мы обсудили пять ключей, которые помогут взять подсознание под контроль и вывели стратегию, которая буквально делает нас неудержимыми. Если вам понравился мой обзор книги «Думай и богатей», вы вынесли для себя что-то полезное, уверен, что вам придется по душе и канал 2000 Books. Ссылка будет в описании. На канале собраны обзоры на лучшие книги на тему предпринимательства, продаж, управления, лидерства, саморазвития, продуктивности, счастья, мотивации, уверенности в себе, самооценки, позитивного мышления, психологии, социальных навыков, биографии миллиардеров. Буквально все те книги, которые помогут вам достичь успеха в жизни и в бизнесе. Переходите по ссылке и убедитесь сами. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал и вы увидите то, что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры сделал DimaTorzok